Здравствуйте все! Сегодня мы опять вышиваем любимыми ленточками. И в качестве модели я выбрала совершенно потрясающий экзотический цветок. Этот цветок совершенно официально является национальным цветком Аргентины. Но вообще-то это целое дерево, коралловое дерево или эритрина. Это дерево очень высокое, его иногда даже сажают на плантациях кофе или какао, чтобы защитить их от солнца. Но для нас в данном случае самое важное внешний вид цветка. Но все-таки этот цветок растет на дереве, как я уже сказала. И поэтому для нас очень важна достоверность. Сейчас я первым делом вышью ветку дерева. Для этого я возьму коричневую ленту шириной 12 миллиметров, скручу ее. Веточка не очень такая аккуратная, кривоватая иногда. У нее ярко выраженная кора, поэтому скрутка моя будет не очень тоже аккуратная. И в конце я проколю ленточку. А вот теперь смотрите, у меня получилась очень интересная форма. Для того, чтобы ее закрепить и для того, чтобы моя трубочка не раскрутилась, я напомню вам военную хитрость, которую мы неоднократно уже применяли. Смотрите, перпендикулярно ленте скрученной по выложенной форме я вколю несколько булавок, которые зафиксируют в таком положении, в выбранном, нашу веточку. Особенно сейчас я обращу ваше внимание на начало и конец ветки. Вот смотрите, вот так у меня выложена с лицевой стороны ленточка, а с изнаночной стороны, здесь я еще не обрезала ленту. А вот здесь я уже учла. Кончик ленточки я тоже закрепила булавкой так, чтобы он лежал по направлению ветки. И со вторым кончиком я тоже поступлю сейчас так же. Нужно отрезать, опалить и уложить вот этот хвостик, вот мне на просвет видно, уложить хвостик так, чтобы он лежал на веточке. Почему это важно и для чего это нужно? Сейчас мы с вами закрепим ленту и в самом начале и в самом конце, там где не очень заметно, я возьму нитку в цвет, тоже коричневую, как и ленточка, я несколькими стежками проколю насквозь ветку. И вот этими вот стежками я одновременно закрепляю хвостик. А теперь, как мне лично удобнее всего работать? Здесь существует много разных способов, каждый выбирает для себя. Но сколько способов я не пробовала, самый удобный для меня следующий. Я переворачиваю от себя лицевой стороной, то есть изнанкой к себе поворачиваю вышивку и смотрю на просвет. На просвет мне видно, где проходит ветка. Я вкалываю иголку в эту скрученную ленточку так, чтобы у меня на изнанке, ой, на лицевой стороне не было видно ни иглы, ни прокладываемого стежка. То есть моя нитка рабочая, закрепляющая этот стебелек, эту веточку в данном положении, проходит внутри трубочки, внутри скрученные ленты. Когда рассказываешь, вроде бы так сложно, но на самом деле это просто. Нужно просто попробовать. Вот я прокалываю, делаю стежок достаточно большой. Мне видно, видите, светится, где там контрастная ленточка, а с лицевой стороны не видно ни иголки, ни будущей нитки. Итак, веточка готова и мы подошли к самому вкусному. Вот посмотрите еще раз на фотографию. Больше всего цветок эритрины похож на лодочку, внутри которой лежит некий сверток. И сегодня даже, можно сказать, фанфары сейчас или барабаны будут греметь. Я буду чуть ли не впервые в вышивальной жизни, ну не впервые, конечно, но редко, вышивать лентой шириной 4 сантиметра. Я срезала ленту под очень-очень-очень острым углом. Вы уже знаете, для чего это? Сейчас, когда я буду закреплять, я иголкой прокалю ленточку в узком месте и через ткань у меня на игле будет проходить совсем не 4 сантиметра, а может быть 12 миллиметров только. То есть ленточка узкая. И здесь есть еще одна военная хитрость. Обычно мы опаливаем край ленты в качестве замочка, чтобы было аккуратно, чтобы держалась ленточка. Эту я сверну втрое. Видите, вот так раз, два, три. И опалю. Это тоже добавит аккуратности работе. Ну и теперь самый обычный ленточный стежок. Самый-самый обычный. Я вывожу ленточку на лицевую сторону и раскладываю так, чтобы получилась лодочка. Здесь самое главное на первоначальном этапе достигнуть вот этого вот. Цветок у нас огромный, дерево гигантское, оно бывает 30 метров в высоту. И я цветок сейчас вышью практически в натуральную величину. Где-то примерно 5-6 сантиметров у меня будет длина самого стежка, длина цветка. Я сделаю центральный ленточный стежок. Расправим борта лодочки и заострим стежок, как мы делаем это обычно с самым обыкновенным ленточным стежком. Здесь изюминка только лишь в ширине ленты. Немножко отступлю и вышью второй цветок, вторую лодочку. Пока я работаю широкой красной лентой, я предлагаю вам посмотреть, как вышивается нераскрытый цветок. Он похож на такой сверток. Вообще это дерево бобовое, и этот сверток можно назвать стручком. Горох мы с вами вышивали, но то был такой привычный горох, а это у нас будет аргентинский стручок. Смотрите, я скручиваю ленту, стараюсь аккуратно скрутить ленту, и у меня получается скрутка, и рядом выходит ровная ленточка. Вот в эту спинку, вот сюда, я введу иголку. И когда я подтяну ленточку, у меня останется только лишь аккуратная, аккуратный такой бобовая коробочка, стручочек такой. И закреплять мне его уже не нужно. У меня само закрепление ленточное получилось. Оно фиксирует и трубочку в выбранном положении, и позволяет передать изгиб вот этой бобовой коробочке. Мне останется только на изнаночной стороне закрепить красную широкую ленту. Лодочку мы с вами вышили. Теперь нам нужно изобразить сверток, который лежит внутри этой лодочки. Немножко цвет отличается. Вот вишневый оттенок у моей ленты. И для того, чтобы мне было проще вышивать и этой лентой, я тоже ее срежу под очень острым углом. Если мы внимательно рассмотрим цветок, то увидим, что у него есть такая шапочка. Вот я вывела ленту на лицевую сторону. Мне ее нужно аккуратно расправить чашечкой. И завершить стежок в том же отверстии, из которого начиналась красная лодочка большая. Слежу за тем, чтобы лента не скручивалась. И когда я стежок завершу, у меня получится вот эта вот шапочка или чашечка. Первый этап пройден. Теперь мне нужно проколоть саму лодочку. Ну, отступив, как мы говорим, обычно две ниточки основания очень близко. Вывожу на лицевую сторону и повторяю все то же самое, как я делала в случае вышивки нераскрытого цветка. То есть я аккуратно сворачиваю ленту, скручиваю ее. Вот, подкручиваю, укладываю. И прокалываю там, где она развернулась. Когда я подтягиваю ленту, у меня волшебным образом получается вот этот вот сверток. Следующий цветок точно так же. Сначала чашечка. И теперь осталось скрутить вот этот волшебный сверток или этот боб, этот стручок. Сворачиваю ленточку и прокалываю в основании. Цветы мы с вами вышивали неоднократно. И вот в этом случае очень важно, чтобы у нас цветки не повисали в воздухе, а чтобы они прикреплялись к веточке. Так как у нас очень яркий, экзотический цветок, для того, чтобы выполнить стебельки, я буду использовать металлизированное мулине. Вот, смотрите, у него тоже несколько ниточек в пасме. И металлизированное мулине особенно непослушно. Его очень сложно вставить в иглу. Какую военную хитрость применяю я? Посмотрите, так как иголка у меня гигантская, я прям вот другой маленькой иголочкой рабочей, чтобы мне проще было, завожу ниточку петелькой в ушко игольное. И уже в эту петельку я провожу непослушное мулине. Вытягиваю петельку и мулине мое там, где нужно. Первый раз я проколю веточку, оставлю этот стебелек на весу. А для второго стежка мне можно будет уже подтянуть стежок. Главное придерживать первый, чтобы он остался воздушным. Большую часть очарования этого цветка, на мой взгляд, составляют тычинки или пестики. И вот их тоже очень интересно воспроизводить. Для того, чтобы вышить их, я тоже возьму металлизированное мулине, но на этот раз золотое. И здесь я тоже начну с военной хитрости. Когда я завязала узелок на своем золотом мулине, у меня осталась кисточка на краю. Это очень здорово подходит к характеру цветка. Поэтому начну я вышивку с лицевой стороны, чтобы у меня вот этот вот хвостик остался видимым. Вот он, замечательный какой. Но теперь мне нужно перейти к окончанию свертка, к окончанию вот этого вот стручка. И я сделаю на конце его несколько стежков, чтобы воспроизвести то, как выглядит цветок в реальности. два или три. А теперь, собственно, тычинки или пестики. Шов так и называется, пестик. Посмотрите, я вывела нитку на лицевую сторону. Теперь подхватила ее иголочкой. Обвела один раз или два даже. И отступила в сторону от того места, где нитка выходила на лицевую сторону. Когда я подтяну ниточку и завершу шов, у меня получится тычинка или пестик. То есть головка на длинном стежке. Круглая голова такая. Еще раз. Два оборота. Уводим иголку наизнанку. Нитку все время придерживаем. Если не придержать, то получится не круглая голова, а петелька. В данном случае мне этого не нужно. И вот я сделаю 4 или 5 таких стежков. Самое главное – уметь вовремя остановиться. Я не смогла. И у меня получилась вот такая вот натуральная ветка эритрины национального цветка Аргентины. Очень нравится. Буйство красок, экзотика. Такие джунгли просто. Очень красивое получилось. Яркое украшение. Теперь осталось только придумать, где применить вот эту заготовку. Наверное, скорее всего, я сделаю кошелек или косметичку на фермуаре. И буду сражать всех такой красотой. Ну что, на сегодня все. В следующий раз мы придумаем что-нибудь интересненькое. А пока до свидания. Благодарим сеть магазинов Lady Charm за предоставленную ведущей одежду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова